Дорогие мои дорогие любители вязания, сегодня мы с вами разберем очень простой шестиугольный мотив. Увидела я его вот в жилетке. Жилетка не очень хорошо видна, как она смотрится, но сам мотив по себе мне понравился. Почему? Потому что он достаточно простой, а в итоге, вот посмотрите, если мы присмотримся, как у нас интересно получается само кружевное полотно. И он очень универсален. Мы можем с вами связать как жилетку, платье, юбку, кофту, все что угодно, все что нам понравится. Вопрос только толщины пряжи и ваша фантазия. У нас с вами есть выкройка, у нас есть с вами схема. Схема есть половинки. Половинка очень будет все понятно, там показано на схеме. Самое главное, если вы поймете, как это вязать, то есть поворотным вязанием мы с вами можем сделать половинку. Кому понравилась идея, присоединяйтесь. Мы сейчас с вами свяжем. Начинаем мы с вами с первой воздушной петли и еще восемь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замыкаем с вами в колечко и будем вязать столбики. Будем вязать с вами вот эти вот, видите, такие объемные столбики. Они называются у нас с вами попкорном. Один, два, три, накид, в колечко. Свяжем с вами еще четыре столбика. Итого должно быть пять с учетом трех петель подъема. Итак, вот у нас, вы смотрите, четыре столбика, да, и последний накид. Накид, и вот у нас пятый. Ну вот, один, два, три, четыре, пять. Мы с вами заходим в петлю подъема, или вершинку будем заходить первого столбика. С изнаночной стороны подхватываем и вот так вот соединяем наш столбик. Закрепили. Один, два, три, четыре, пять. Накид, и опять вяжем с вами пять столбиков с одним накидом. Один, второй, один, два, три, четыре, пять. Заходим в вершину первого столбика. Петельку вот так вот и протянули через первую вершинку. И нужно, конечно, закрепить. И опять пять воздушных петель. И так продолжаем по кругу. У нас должно получиться с вами шесть таких столбиков. Вот что у нас уже с вами получилось. Видите? Один, два, три, четыре, пять, шесть лепестков. Вот что у нас с вами с изнаночной стороны. Такие вот арочки. И последняя у нас арка из шести воздушных петель. Мы должны с вами зайти в вершинку вот этого столбика и связать соединительную петельку. Вот и завершили ряд. Теперь один, два, три. Это будет столбик, накид. Теперь в эту же петелечку мы зашли с вами и вяжем один столбик с накидом и второй. Один, два, три. Накид. Вот наша арка с вами. Мы заходим под нее. Столбик с одним накидом и один, два, три. И связали пико. Один, два, три. Накид. И опять мы с вами видим, ищем вершинку столбика попкор. Заходим в него, в нее, в эту вершинку. И опять-таки вяжем три столбика с одним накидом. Один, второй и третий. И опять один, два, три. Накид. Столбик. Над ним пико. Пико. И так продолжаем по кругу. Обошли мы с вами по кругу. Как вы видите, вот что получается. Последние три воздушных петли. И мы соединяем с вершиной первого столбика, или с третьей петлей подъема. Вот так. Далее. Один, два, три. Накид. В этот же столбик, в этот же столбик, мы с вами вяжем еще один столбик с одним накидом. То есть, в первый столбик мы связали, с вами видите, в первый связали два. Накид мы теперь, во второй мы вяжем один столбик. И в третий столбик мы опять вяжем с вами два столбика. Один. И сюда же второй. У нас было три, стало пять. Один, два, три, четыре, пять столбиков. Теперь девять воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Накид. И опять теперь из трех делаем пять. В первый и во второй вяжем по два столбика с одним накидом. Центральный один. И в последний тоже два. Итак, продолжаем по кругу. Прошли мы с вами ряд, и вот как выглядит уже наш мотив. А последние шесть петель. Заходим с вами в вершинку. И вяжем соединительную петлю. Теперь мы с вами вот из пяти этих петель будем делать семь. То есть, в первую и во второй опять столбик будем вязать по два. Один, два, три. Накид в этот столбик мы с вами два. И теперь вот это первый, вот второй столбик у нас будет один, два. И вот третий. То есть, три, два, пять. И вот последний столбик, опять два. Один, и сюда же второй. Вот, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь, один, два, три. Мы заходим с вами под арку, столбик без накида. Один, два, три, четыре, пять. Заходим под арку, столбик без накида. И один, два, три, накид. Опять-таки, из пяти делаем семь. И это у нас с вами последний ряд. И мы еще можем с вами соединяться для того, чтобы получить полотно. То ли платье, то ли кофту. Да. И вот так можем соединяться. Сейчас поговорим. Итак, мы с вами как мы можем соединиться? Вот, в моем уже готовом виде, да, посмотрите, как мы соединяемся. Мы соединяемся с вами через большие арки. Здесь я соединилась полностью. Посмотреть, как будет выглядеть, если мы полностью соединимся. Но мы с вами соединим только с центральным, как показано на схеме. Вы сможете выбрать, как вам больше понравится. Теперь мы вяжем с вами один, два, три. Вот здесь мы тоже с вами смотрим третью петлю, или же под арку. Но, думаю, лучше в петельку. Протянули. Четыре, пять. Опустились на арку большую. Опять-таки, один, два, три. Петельный накид. В первый столбик, как и договаривались, вяжем с вами два. Один и второй. Так. И здесь мы должны провязать с вами еще три столбика. То есть вот. Один провязали. И второй. Вот именно этот второй, центральный. Мы должны соединить уже с готовым. Считаем. Один, два, это первый. Второй, вот третий. Если по порядку, то это будет четвертый на нашем мотиве. Соединились. Накид. И продолжаем дальше вязать. Столбик. И в последний два столбика. Один и второй. Вот так. Один, два, три. Опустились под арочку. Один, два, три. И теперь мы идем с вами и ищем вот это соединение. Протянули здесь. Четыре, пять. Опустились на арку из девяти петель. Один, два, три. Накид. И сейчас посмотрим. Я свяжу первый столбик. Первый столбик связали. Теперь давайте посмотрим. Вот у нас соединение. Теперь понятно, что мы с вами должны вязать вот эту сторону и соединиться вот здесь. Итак, я сейчас соединю. И мы посмотрим уже готовый вид. Итак, я вот соединила вторую часть. Закрепилась большой арочкой. Закончила этот ряд. Обрезала и закрепила ниточку. Вот что у нас с вами получается. Вот такой сегодня мотив мы с вами разобрали. Простой. А в полотне смотрится очень интересно. То есть мы с вами можем... Вот юбки, кофты, платья. Мы можем с вами моделировать здесь, допустим, одного цвета сам цветок. Далее все другого. Мы можем с вами сделать покрывало. Все зависит от плотности нитки. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте прощаюсь. Понравилось вам видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч. Продолжение следует...